Ну я хочу, во-первых, сказать, так коротко вернувшись к сирийской проблеме... Ну давайте уже не будем... Она связана с Крымом. Хорошо, если связана, то давайте. Да, потому что, во-первых, у оппозиции появились зенитно-ракетные комплексы современные, которые могли сбивать российские самолёты. Как когда-то в Афганистане. Да, как когда-то в Афганистане, где я служил, появились стингеры, и лётчики боялись летать. Во-вторых, конечно же, было сделано не всё. Я тогда туда поехал в качестве представителя, в прошлой передаче я вам рассказывал. И я сегодня могу первый раз сказать о том, что, чего никто не говорил, был подготовлен военный замысел наших военных, который пока нигде не оглашался. Я его видел в своё время, два года назад. В то время, когда разведка всё равно работала и при Януковиче, и обладали информацией о том, что Россия готовится к захвату Крыма. Главный военный инспектор, генерал-лейтенант Фролов, который в своё время был главком сухопутных войск, а в то время главным военным инспектором Министерства обороны, подготовил, уже когда был Турчинов и Тенюх, министр обороны, он подготовил план проведения специальных учений, приведения в полную боевую готовность войск украинских, с переброской четырёх бригад третьего полка спецназа и десантной бригады, для того, чтобы упредить действия российских войск по захвату Крым. Никто не подписал эти приказы, никто не отдал. Сегодня, когда публикуют распечатки СНБО, и кого-то пытаются очернять, и кого-то сделать героем, героев не было. Потому что те, кто командовали тогда государством, у них не хватило политической воли. Сергей, мы можем говорить прямо? Те, кто не подписали, сдали Крым. Да, можем говорить прямо, потому что я видел документы, я видел карты военные, где были подготовлены действия наших войск, где морская пехота из Керчи должна была наша блокировать Керченскую переправу, где батальон морской пехоты из Феодосии должен был выйти и, значит, захватить, ну, блокировать Кировский аэродром, а 36-я берегов... Охватило бы силы, главное, боевой подготовки. Там 25 тысяч человек было. Силы, и не все военные украинские были предатели. Я там был, и были командиры. Некому не хватило воли отдать приказ защищать родину из Киева. И не надо рассказывать сегодня байке о том, что на нас Россия... Кто должен был отдать приказ, простите? Тогда исполняющий обязанности президента, министр обороны, начальник генерального штаба... Начальник генерального штаба, наверное, не может отдать приказ. А только вольный... Начальник генерального штаба, это главнокомандующий вооруженными силами, верховный президент, а главнокомандующий у нас не министр обороны, начальник генерального штаба. Достаточно было привести в боевую готовность, отдать приказы и перебросить даже те подразделения. Сергей, а не хватило только воли или, возможно, была еще и мотивация? Послушайте, конечно, мы были... Нет, послушайте, о чем я спрашиваю. Но не надо сегодня сказки рассказывать о том, что Россия бы напала на нас оттуда. Послушайте, весь народ был тогда на высочайшем патриотическом уровне. Даже если бы Путин дошел до Киева, отсюда бы никто не ушел. Понимаете? Здесь, я говорю, воли не хватило только воли или, возможно, была еще мотивация? Послушайте, действительно были... И вторая часть моего вопроса. Какой должна быть ответственность, помимо исторической, конечно? Я думаю, что будет в свое время ответственность, которую нужно будет спросить. Потому что сегодня многие из себя героев изображают. Я не изображаю героя, но я там был, а многие там не были. Я предлагал провести выездное заседание парламента Украины. Не сделали. Предлагал принять законы и дать Крыму любые полномочия, кроме суверенитета и денежной единицы, отдать им все и сделать референдум бессмысленным. Этого тоже не было сделано, понимаете? Бедных этих командиров наших бросили, как щенят там, понимаете? Вместо того, чтобы выдвинуть войска на позиции, даже те войска, которые были. И помочь. Если бы мы там дали по зубам, пусть бы мы потеряли Севастополь. Может быть, что-то произошло, не было бы Донбасса. Если бы мы силу там показали какую-то, чего мы из себя и патентов делаем.